Рад слышать, что кроме меня еще кто-то кашляет. Тогда чувствуешь себя не так одиноко. Хорошо иметь друзей. Очень приятно. Я, собственно, планировал на сегодня кое-что другое, но решил поговорить о том, что делать человеку, если он заболел. Он кашляет, у него насморк и так далее. Эта тема оправдывает то, что я кашляю во время выступления. Я же все равно не могу прекратить кашель. Это очень важно. Вполне естественно, что имея тело, время от времени мы болеем. Но есть много вещей, которые мы можем сделать, чтобы избежать худшего. Но проблемы многих людей в западном обществе является то, что болезнь вызывает чувство вины. Так произошло и со мной несколько лет назад. Хотя я и монах. Помню, как однажды я подхватил какой-нибудь вирус и пошел на прием к местному врачу. В таких учреждениях приходится долго ждать своей очереди, пока врач наконец пригласит к себе в кабинет. Рядом со мной ждал своей очереди охранник из местной тюрьмы, в которой я в то время выступал с лекциями. Он узнал меня и удивился. Не ожидал вас здесь увидеть. Такое впечатление, что я оказался в борделе, пабе или где-то еще, где мне не следовало быть. Людям обычно кажется, что монахи всегда правильно питаются, делают физические упражнения, не страдают от стрессов, а следовательно не болеют. Я почувствовал себя виноватым. Монахам не позволено болеть, ведь они должны вести правильный образ жизни. Конечно, нет. Монахи тоже болеют. Но тот случай заставил меня задуматься, почему люди чувствуют себя виноватыми в том, что заболели. Я начал размышлять, почему это так. Почему люди чувствуют себя виноватыми в том, что болеют. А это, в свою очередь, добавляет боли и страданий к естественному процессу телесного заболевания. Вот подумайте, когда вы приходите к врачу жаловаться на здоровье. Что именно вы говорите? Как вы говорите? Вы заходите в кабинет и произносите, доктор, со мной что-то не так. Я заболел. Что-то не так с моим горлом, желудком. Что-то не так. Понимаете, таким образом вы сразу попадаете в ловушку вины. Собственными же словами мы признаем, что болеть неправильно. А это вызывает огромное чувство вины. Это означает, что кто-то совершил ошибку, а вы берете ее на себя, считая, что болеть – это ошибка. Что не быть здоровым – значит жить неправильно. Это, конечно, неправда. Заболеть может каждый. Есть ли здесь вообще хотя бы один человек, который никогда в жизни не болел? Если кто-то ответит «да», то этот человек больной на голову. Мы все болеем время от времени. Если бы то, что вы никогда в жизни не болели, было правдой, это было бы очень странно. Это был бы такой уникальный случай, что местный мединститут ставил бы над вами эксперименты, пытаясь узнать, как такое вообще могло случиться. Вас видели бы нечто странное, считали бы, что с вами что-то не так. Итак, на самом деле болеть – это правильно. Болеть естественно. Болеть нормально. Так что же нам говорить, приходя к врачу? «Доктор, со мной происходит нечто абсолютно нормальное. Я снова заболел». Я уже рассказывал когда-то, как услышал от одного врача следующее. Здесь ко мне на прием приходил, по всей видимости, ваш ученик. Знаете, почему я так решил? Потому что он заявил «доктор, со мной все хорошо, я заболел». Видно, что он бывал в храме Нолламара. Если серьезно, то очень важно понимать и иметь возможность сказать, когда вы заболели, что это правильно. Это убирает чувство вины. А когда вы не чувствуете себя виноватыми из-за того, что заболели, то вы сможете пойти на прием к врачу намного раньше. Почему обычно люди откладывают визит к врачу до последнего? Потому что считают, что с ними что-то не так, что они неудачники, им страшно, ведь болеть – это неправильно. Им кажется, что они недостаточно тренировались, неправильно питались, мало медитировали, накопили плохую карму, поэтому и заболели. Чувство вины и неправильности происходящего мешает нам признаться самим себе, что мы заболели. Мы не принимаем меры на ранней стадии болезни, поэтому и не можем вылечиться и жить долго и счастливо. Но самое главное, утверждая, что болеть неправильно, мы наполняем наш разум негативом. Одно из замечательных высказываний Будды звучит так – даже если ваше тело заболело, разум не должен болеть вместе с ним. Впрочем, разум также не должен и отрицать болезнь. Итак, если заболели, мой девиз таков – получайте от этого удовольствие. Больной имеет много преимуществ. Люди, которые раньше на вас не обращали внимания, навещают вас в больнице, приносят красивые цветы и другие подарки. Здоровый человек такого не дождется. Говорю вам, если вы заболели, пользуйтесь этим по полной. Можно отдохнуть от работы, посмотреть телевизор, делать что угодно, то есть получить удовольствие от болезни. Проблема с болезнью состоит в том, что люди стремятся избавиться от нее как можно быстрее. Негативное отношение к болезни способствует этому. А стараясь как можно быстрее избавиться от болезни, мы, наоборот, ее продолжаем. Мы должны не только получать удовольствие от болезни, но и относиться к ней по-доброму. Должны принять ее и лелеять. Я уже много раз говорил здесь об открытии ворот вашего сердца, о милосердии. Мы должны быть милосердными, должны любить, должны быть добрыми, и не только к людям, но и к вещам, к самой жизни. Будьте милосердны к вашей болезни. Иными словами, будьте к ней добры. Откройте ей врата своего сердца. Открыть ворота своего сердца означает принять жизнь такой, как она есть. Лелеять ее даже в самые неприятные моменты. Неприятности нужны для того, чтобы чему-то вас научить. Именно так человек учится. Среди прочего, неприятности учат нас быть добрыми и милосердными. Если вы действительно больны, вы знаете, что такое настоящая боль, что такое настоящая слабость. Так что вы никогда не пройдете мимо больного человека, нуждающегося в поддержке. Человечность, теплота и сострадание просто прекрасны. Они помогают понять, что невозможно ни от кого не зависеть. Невозможно зациклиться на самом себе. В жизни случаются моменты, когда мы действительно нуждаемся в доброте и сочувствии, бережной заботе со стороны других людей. И эта часть жизни тоже прекрасна. Вы знаете, в монастыре есть определенные правила. Мы располагаемся за городом, хоть и недалеко, и должны соблюдать определенные правила. В частности, нам не позволено ни готовить себе еду, ни выращивать ее. Людей это обычно удивляет, мол, вы сильные, здоровые парни, почему бы не приготовить что-нибудь? Или вырастить? Суть этого правила в том, что если бы мы выращивали или готовили себе еду сами, мы были бы самодостаточны. Это означало бы, что вы нам не нужны. Что в свою очередь разрушило бы наши прекрасные отношения, которые построены на заботе друг о друге. В юности я считал самодостаточность идеалом, которого стремился и пытался достичь. Я даже размышлял над тем, чтобы найти небольшую коммуну, где можно было бы собственными силами выращивать урожай, снабжать себя собственной электроэнергией и водой, а затем быть вполне самодостаточными. Но позже, познакомившись с принципами буддизма, я понял, нет, так нельзя. Это запрещено. И я не сразу понял смысл этого запрета. А дело в том, что самодостаточный человек не нуждается ни в ком другом. Человек становится одиноким. Его жизнь теряет красоту, которая зовется милосердием. Каждый раз, когда я болею, чувствую слабость или в чем-то ошибаюсь. Каждый раз, когда что-то идет не так, я чувствую, что не являюсь самодостаточным, и мне нужны другие люди. Это прекрасный способ постичь значение понятия милосердия и любовь. Я знаю нескольких людей, которые действительно стремятся добиться самодостаточности. Они заявляют «Вы мне не нужны». И это делает их очень-очень одинокими. Вам нужны другие люди. Это прекрасно. Нуждаться и чувствовать себя нужным. Именно поэтому, хотя физически мы можем вырастить урожай и приготовить себе еду, мы этого не делаем. Иначе мы бы жили за монастырскими стенами, отгородившись от мира, не имея с ним никаких связей, никаких контактов, не чувствуя теплоты человеческих отношений, когда мы нуждаемся в других и сами нужны кому-то. Вы можете чувствовать себя отлично, можете считать себя достаточно сильными, чтобы жить сами по себе. Ни от кого не зависеть. Но подумайте, такой ли жизнью вы хотели бы жить? Или все-таки предпочли бы определенные связи с другими людьми? Да, есть вещи, которые я не могу сделать. Пожалуйста, помогите мне. А если чего-то не сможете сделать вы, то я с радостью помогу вам. Не самодостаточность, а взаимозависимость создает тепло и сердечность отношений, в которых мы нужны друг другу. Это и есть общество, это и есть мир, в котором мы живем. И так каждый раз, когда вы заболели, вспоминайте о том, что вам нужны другие люди. Или каждый раз, совершив ошибку, каждый раз... Знаете, это одна из причин, по которым люди приносят мне вещи, которые мне совсем не нужны. А я их принимаю. Поэтому сегодня, услышав мой кашель, очень вас прошу, проявите доброту, сделайте мне одолжение, не предлагайте никаких капель от кашля, никаких аюрведических, гомеопатических, травяных или китайских лекарств. Так было уже много раз. Люди слышат, что я кашляю, и на следующий же день меня буквально заваливают разнообразными лекарствами. Люди такие добрые. Они приходят ко мне и говорят, «Вы должны это принять, это вам точно поможет, это помогло моей бабушке». А я тоже хороший парень, поэтому соглашаюсь. Вскоре приходит следующий человек и говорит, «Примите, это излечило моего сына». Хорошо. Потом меня снова уговаривают принять что-нибудь. В конечном итоге я принимаю целую кучу лекарств, после чего действительно чувствую себя плохо. «Пожалуйста, не поступайте так, вы очень добры ко мне». Это очень мило с вашей стороны. Но проблема в том, что люди иногда слишком хорошие. Однако вспомнилась история, которую рассказал мне один монах. Случилось это много лет назад. Тот монах был очень крутым парнем из Америки, из Чикаго, откуда родом все гангстеры. Ну ладно, может и не все. Вот, например, Обама родом из Чикаго, хоть он и не гангстер. Просто имею в виду, что это суровый город. Став монахом в Таиланде, тот парень впервые уехал навестить свою семью в Чикаго. Если вы бывали в Чикаго зимой, то знаете, какая там стужа. Я тоже как-то был там. Так холодно мне в жизни никогда не было. Вот в такой мороз монах подскользнулся на тротуаре и сломал ногу. После этого его забрали в больницу. И вот лежал он там, с ногой в гипсе, жалея себя. Когда об этом узнала его мать, она, зайдя в палату и увидев сына в гипсе, широко и радостно улыбнулась. Тот ошеломленно спросил. «Какого черта? Ты же моя мать! Почему ты радуешься, ведь я сломал ногу?» На что она ответила. «Сынок, тебя так долго не было, а теперь ты здесь рядом и точно не сможешь сбежать в свой Таиланд. Я смогу хотя бы месяц заботиться о тебе, и ты никуда от меня не денешься». Если среди присутствующих есть мамы, они поймут, о чем я. Для матери, которая не видела своего взрослого сына 5-6 лет, увидеть его рядом, пусть и в больнице со сломанной ногой, это просто рай. Матери любят заботиться о сыновьях, отцы любят заботиться о дочерях и так далее. Разве не все мы такие? Нам нравится заботиться о близких людях. Есть что-то такое в человеческой природе, что каждое проявление доброты и сострадания дает нам ощущение необычайного воодушевления. Нам это нужно. Нам нравится заботиться друг о друге. Вот почему болеть просто замечательно. Этим вы как будто делаете подарок вашим близким, ведь заботясь о вас, они могут развивать свою сострадательность. В следующий раз, когда заболеете, будете вы в больнице или дома, ни в коем случае не считайте себя обузой. Избегайте таких мыслей, как «Ой, я такой больной, все должно быть уже сыты мной по горло». Нет, говорите так. Я движущая сила вашего сострадания. Пожалуйста, особенно если вы буддист, имеете отличную возможность накопить хорошую карму, заботясь обо мне. Не сдерживайтесь, идите к этой цели. Вот он я, заботясь обо мне. Не чувствуйте себя виноватыми. Ваша болезнь — это шанс для других проявить сочувствие. Если бы мы время от времени не болели, не чувствовали себя уязвимыми и нуждающимися, существовала бы потребность в доброте и проявлениях сострадания. В том-то и проблема, что иногда мы становимся такими самодостаточными, что не нуждаемся ни в чем. Во всяком случае, мы так считаем. А это ведет к одиночеству, примеров которого так много в нашем обществе. Всем известно, что такое одиночество — это депрессия, это нежелание жить вместе, это жизнь наедине с собой, это чувство ненужности. Важно, чтобы в жизни возникали ситуации, в которых мы могли бы проявить сочувствие и доброту. Хорошим примером является история о Далай-ламе, которая произошла много лет назад. Это одна из тех историй, которые я прочитал еще в начале своего пути к буддизму. История, которая меня тронула, и благодаря которой я понял, что такое подлинное милосердие. Случилось это еще до того, как Далай-лама покинул Тибет. Он был тогда хоть и молодым, но уже очень известным. Он ходил от поселения к поселению, общаясь с тибетскими жителями. Его сопровождал американский журналист, который готовил одну из первых статей о Далай-ламе. Далай-лама шел от поселения к поселению, и люди выходили ему навстречу и несли подарки. Считается, что если подарить что-то Далай-ламе, вы получаете хорошую карму. Но там был американец, который не понимал, в чем заключается настоящая щедрость и милосердие. Происходящее все больше и больше смущало его, потому что многие из тех подарков были от очень-очень бедных людей. И вот в одном из поселений им встретилась женщина, совершенно обтрепанная, завернутая в какое-то тряпье. Она встала рядом со всеми, и когда до нее дошла очередь, она подарила его святейшеству Далай-ламе одну из своих юбок, самую лучшую. Американцу уже не в моготу было скрывать свой гнев и отвращение. Он заорал, «Что вы делаете?» «У меня кашель, действительно имею проблемы с горлом». Но вы поняли. Он кричал, «Что вы делаете? Как можно было взять юбку у такой бедной женщины? Вы такой богатый. Вы живете в монастыре. У вас есть все, что вам нужно. Да и вообще, зачем вам юбка? Вы же мужчина. Зачем вы ее взяли? Что вы с ней будете делать? Это неправильно». В чем-то он был прав. Помню, как я, читая об этом, подумал, «А действительно, ну зачем монаху женская юбка?» Но потом... Знаете, как нужно реагировать, когда на вас кто-то сердится или кричит? Прежде всего, нужно вести себя спокойно и ласково. Просто выслушать и принять. Таким образом, не гневая сами, мы обезоруживаем гнев собеседника. Вы просто сидите спокойно и тихо. Если вы отвечаете гневом на гнев, вы только подпитываете чужую злобу. Мы часто наблюдаем следующее. На вас кричат, а вы просто сидите тихо и ждете. А когда крик утихнет, можете начинать что-то говорить. Именно так поступил и Далай-Лама. Он сказал журналисту, «Действительно, мне не нужна юбка, но той женщине нужно было отдать ее мне». Когда я услышал это, то подумал, «Сила Небесная, насколько же это мудро. Нам всем нужно давать что-нибудь друг другу». Внешне, мы можем казаться самодостаточными, Далай-Ламе не нужна была одежда. Однако женщине нужно было отдать ему ту одежду. «Как это прекрасно. Скажите себе, нет, я не буду самодостаточным. Я буду уязвим. Я буду нуждаться в помощи. Давайте мне, что хотите». Я уже не раз об этом говорил, поэтому люди, приходя в монастырь в Нол-Ламаре, часто приносят мне подарки. Как-то мне подарили расческу. «Неважно, что мне она совсем не нужна. Кому-то нужно было подарить ее мне». «На самом деле, у меня было много расчесок». «Разве это не весело? Вы дарите мне гребешок, хотя он мне совсем не нужен. Но хорошо, я его принимаю и на следующий же день отдаю кому-то другому». Так же делал и Далай-Лама. В следующем же поселении он передал ту юбку кому-то другому. Так подарки и переходят от одного человека к другому. Снова и снова. Наши болезни, наши уязвимости показывают нам, что мы нужны друг другу. Если вы любите другого человека, живете вместе, прошу вас, ради всего святого, не будьте слишком сильными, самодостаточными, не заявляйте своему партнеру «ты мне не нужен». Это сводит отношение к нулю. Будьте уязвимыми намеренно. Показывайте своему партнеру, что сами вы не справитесь. Он или она вам нужны. Это ведь действительно так. Такие ваши действия будут означать, что вы осознаете, что наши болезни, наши ошибки, наше несовершенство в целом, все это прекрасные пути, которые ведут нас к милосердию. Если бы все были совершенны, не было бы нужды в милосердии. Если бы все были здоровы, не было бы нужды в заботе. Представьте только, как ужасен был бы мир с заботой друг о друге. Итак, для меня болезни – это часть жизни. Они учат нас значимости доброты и милосердия. Знаете, что говорят те, кто на себе испытал пытки, тяжелые болезни, боли, кто долгое время провел в больнице? Они до небес восхваляют медсестер, непрерывно повторяют, как хороши были люди вокруг них. И эта часть их опыта просто прекрасна. Да, они имели очень неприятный опыт, но было в нем и кое-что прекрасное. Милосердие приходит на помощь, когда человек болеет. Ведь когда вы болеете, ваши близкие о вас заботятся. Они часто присылают вам цветы и открытки с надписью «Быстрого выздоровления». Я бы хотел, чтобы присылали не только слова «Быстрого выздоровления», но и так держать. То есть не только, когда человек болен, но и когда ему становится лучше. И посечать нужно не только больных, но и тех, кто вполне здоров. Жаль, что иногда мы осознаем, как сильно нас любят, только когда заболеем. Или даже когда человек умирает. Мне случалось слышать во время похоронных церемоний, как, например, вдова рассказывает, каким хорошим был ее муж, но ничего такого не говорят, пока человек жив. Во всяком случае, не публично. Но когда человек умирает, о нем говорят такие прекрасные слова. Почему бы не сказать их при жизни? Поэтому я считаю, я, конечно, не видел того фильма, я вообще их не смотрю. Но читал обзор в газетах об одном фильме, в котором главный герой устроил собственные похороны еще при жизни. А сделал он так, потому что очень хотел услышать, какие же добрые слова о нем будут говорить. Да, чтобы самому получить от них удовольствие. Это было мудрое решение. Итак, если чувствуете, что смерть не за горами, организуйте свои похороны заранее. Так вы сможете выслушать хвалебные речи о ваших близких и добрые слова монахов, вместо того, чтобы лежать, ничего не воспринимая в своем ящике. По-моему, звучит довольно-таки разумно. И все же, почему люди говорят так много хорошего о мертвых, но не находят повода сказать это живым? Думаю, что что-то здесь не так. Поэтому болезни и становятся способом пробудить в людях их лучшее качество. Увидеть, что даже в самую темную ночь видны яркие звезды. Те, кто считают, что этот мир холодный и жестокий, что всем все равно, это не так. Люди беспокоятся о вас, и вы в этом убедитесь, как только заболеете. Заболев, вы получаете отличное преимущество. И еще одно. Не боритесь с болезнью, не пытайтесь от нее избавиться. Знаю, есть люди, которые стремятся во время еженедельных пятничных встреч услышать от меня учения о глубоких духовных истинах. Поэтому я и стараюсь донести вам глубокие истины, в отличие от, как говорится, поп-речей и поп-буддизма. Когда-то давно в Таиланде был один выдающийся монах. Собственно, их было двое. Это учитель моего учителя Аджан Ман и знаменитый тайский монах, его, кстати, недавно не стало, Аджан Махабуа. Я был монахом уже пять лет, когда мне представился случай посетить Аджана Махабуа. Он не имел привычки произносить речи регулярно, но когда считал, что время для этого наступило, то собирал монахов без какого-либо предупреждения. Я был простым посетителем, но когда я прибыл в монастырь, он произнес речь именно для меня. Так и сказал, «Это речь для нового монаха с Запада, который недавно приехал». Я тогда уже хорошо знал тайский язык, так что понял каждое его слово. Его речь была настолько содержательной и важной, что изменило мое восприятие многих вещей, в частности болезней и даже мой способ медитации. На тот момент этот знаменитый монах болел малярией. Тогда все монахи болели малярией. Мне самому очень повезло. Я тоже много чем болел, но не малярией. Это был, что называется, профессиональный риск, потому что монахи жили среди леса, а в лесах, далеких от цивилизаций, полных диких зверей, от малярии было не спрятаться. Итак, тот крутой монах, выдающийся мастер медитации, был болен малярией. Обычно в три часа после полудня в монастыре убирают, то есть подметают дорожки. У него была лихорадка, но ведь он был крутой парень, действительно крутой. Поэтому вместо того, чтобы лежать и отдыхать, он оделся, и несмотря на то, что его трясло от лихорадки, спустился по лестнице со своей избушки, взял метлу и стал подметать дорожки вместе со всеми. Он был очень слаб, держался только на силе воли. Когда великий учитель Аджанман увидел это, то упрекнул его, сказав, «Не будь глупцом, у тебя малярия, не следует буддистскому монаху сопротивляться. Монах должен все обдумывать и постигать. Возвращайся в свою хижину, ложись и постарайся постичь свою болезнь. Не сражайся с ней». Я услышал эту историю от самого Аджана Махабуа, который рассказывал о том, как он допустил ошибку, а учитель упрекнул его. История эта научила меня тому, что нужно делать, когда человек болеет. Кто из вас, заболев, не пытался преодолеть болезнь? А что происходит, когда мы боремся с болезнью? Она только усугубляется. Это приводит к появлению побочных эффектов. Именно так, когда вы сопротивляетесь, например, вашему партнеру или правительству, или еще чему-то, вы вредите сами себе. Особенно это касается болезни. Лучше попытайтесь ее постичь, ведь она является уроком для вас. Иными словами, для того, чтобы преодолеть проблему, нужна не сила воли, а сила мудрости. Борьба — это сила воли, побеждает сильнейший. Вот вы и пытаетесь быть сильными, победить болезнь. Буддисты идут по другому пути. Путь буддизма — это не борьба, а осмысление, использование силы мудрости. С того времени я так и пользуюсь своим телом и умом. Стараюсь не бездумно побороть проблему, а понять ее и действовать мудро. Вот и все. И мне это не раз удавалось. Так бывало много раз, в том числе с болезнями. Припоминаю довольно странную историю, когда я чуть ли не впервые понял, что болезнь может просто исчезнуть, как только мы осознаем ее сущность. Это случилось, когда я был еще студентом. Однажды я проснулся с сильной простудой. Глаза слезились, из носа текло. Я чувствовал себя просто ужасно. Конечно, все утро я собирался провести в постели. О том, чтобы куда-то пойти в таком состоянии, нечего было и думать. Друзья, жившие в том же доме, пошли в университет на лекции. Я остался один на один со своей простудой. Вдруг кто-то позвонил в двери. Конечно, единственное, чего мне хотелось в тот момент, чтобы этот кто-то ушел и дал мне спокойно пострадать. Но звонки не прекращались. Мне пришлось вытащить себя из постели и, как есть в пижаме, идти открывать. Это был курьер службы доставки. Это было где-то в 1972 или 1973 годах. То, что доставил курьер, называли стереопроигрывателем. На таких штуках мы слушали записи на виниловых дисках. Айпадов тогда еще не было. Получив из дома такой проигрыватель, я был в восторге, ведь в университете мне хотелось слушать музыку. И вот пришла посылка. Я расписался в квитанции и понес все оборудование в комнату. Потребовалось время, чтобы собрать все это вместе. Я собрал, включил и поставил первую запись. Это, конечно же, был альбом Джимми Хендрикса. Я тогда очень любил Джимми Хендрикса, даже прическу имел, как у него. У меня действительно были длинные волосы. Мать все время просила меня подстричься, а когда я в конце концов это сделал, возмутилась. Я же не имела в виду наголо. Как бы там ни было, но произошло странное дело. Как только я включил первый трек, сразу почувствовал, что моя простуда или грипп, или что там оно было, пропала без следа. Глаза не слезились, нос не был заложен, я не кашлял и не чихал. Все прошло. Это было очень странно. И тут я понял, что значит осмыслить болезнь. Если злиться на нее, противиться ей, она только усиливается. А если относиться к ней по-доброму, чуть-чуть с радостью, чуть-чуть с юмором, она значительно слабеет. Может даже и полностью исчезнуть. Не следует недооценивать силу, которые наполняют нас радость и счастье. Это одна из причин, по которым такие врачи, как Целитель Адамс, даже в военное время веселили людей, заставляли их смеяться. И это давало неплохой результат. Я тоже стараюсь так делать, когда посещаю больных. Лишь с одной леди получилось не очень хорошо. Она находилась в больнице из-за достаточно серьезной операции, удаления матки, сильно нервничала, потому и попросила меня прийти. Я так и поступил. Как только я вошел в ее палату, она попросила «Аджан Брам, очень вас прошу, никаких шуток». Дело в том, что после такой операции, имея немалую рану в животе, смеяться очень больно. Но ведь с моим характером ничего не поделаешь. Когда мне говорят «Ад, не шутить, это меня только провоцировать». Так что я шутил. Не приглашайте меня, если вы перенесли хирургическую операцию. Подождите, пока все заживет, потом приглашайте, так будет лучше. Собственно, теперь вы знаете, что делать. Веселите людей, пусть смеются. Это поможет облегчить болезнь, а то и прогнать ее целиком. Просто не представляете, что может произойти. Несколько дней назад я как раз записывал эту историю для некоторых. Она не столько о болезни, сколько о том, как понять сущность болезни и что делать, посещая больных в больнице. История – это об одной тибетской монахине. Собственно, она была австралийкой, но придерживалась тибетской традиции. Жила-то монахиня здесь, в Перте, и, к сожалению, заболела тяжелой формой рака. Я некоторое время заботился о ней. Она жила в монастыре в Серпентине, тихом и спокойном месте, где надеялась продолжать обучаться медитации и, возможно, преодолеть рак. Это ей не удалось. Она умирала и, наконец, оказалась в хосписе в Шентен-парке, незадолго до его закрытия. Вообще-то, не хорошее дело закрывать хоспис, но это такое. Несколько раз я навещал ее там. Однажды она позвонила мне в монастырь в Серпентине и попросила, «Через два дня я умру. Не могли бы вы, пожалуйста, прийти ко мне еще раз?» Прозвучало это странно, ведь врачи совсем не прогнозировали, что ей осталось так мало. Но я неоднократно убеждался, что если человек на последней стадии говорит, что умрет через два дня, так-то оно и есть. Что-то глубоко в сознании знает, сколько осталось. Я видел это не раз. Собственно говоря, она и умерла через два дня. Через два, а не за три. Поскольку она так сказала, я не мог ей отказать и пообещал прийти завтра. Я должен был отправиться немедленно. Я очень занятый человек, у меня много дел, но я должен был бросить все и попросить одного из посетителей монастыря Бодхиньяна отвезти меня из Серпентина в Шентон-парк. В хосписах есть определенные правила, даже в том хосписе в Мердеке, который мне предстоит скоро посетить. Нельзя просто так ввалиться в палату тяжелобольного человека. Сначала нужно зарегистрироваться у дежурной медсестры. Я подошел к столу и сказал, что пришел к буддистской монахине. Дежурная медсестра, довольно грозная дама лет сорока, смирила меня взглядом, достойным Маргарет Тэтчер и заявила, что к той леди нельзя. Она сама попросила не пускать к ней никаких посетителей. Но ведь я, по сути, крутой монах, поэтому стал спорить. Послушайте, я же не зря приехал сюда из Серпентина. Это больше часа дороги. Неважно, сказала она, мы должны уважать желания наших пациентов. Но она сама позвонила мне и попросила приехать. Она снова окинула меня взглядом, таким жгучим, что хоть яичницу жарит. «Пойдемте со мной!» Раздраженно велела она. Впрочем, монахов нельзя разозлить. Сердиться на меня это тратить время впустую. Я в ответ лишь улыбаюсь и соглашаюсь. «Да, да, да, верно!» Итак, я последовал за ней. Мы подошли к палате. Действительно, на дверях красовалось предупреждение. Никаких посетителей. Это было написано от руки самой пациенткой. Медсестра посмотрела на меня и ткнула пальцем в надпись. «Видели?» На самом деле она не зарычала. Это я уже так. Для большего эффекта. Я посмотрел на эту надпись и вы не поверите, что там еще было. За главными буквами было написано «Никаких посетителей». Они же маленькими еще три слова. Там было написано «Кроме Арджана Брама». Не следует монаху делать так, как я сделал. Я этим не горжусь, но мне понравилось. Я повернулся к медсестре и точно так же сказал «Видели?» Не слишком добродетельно, признаю, но такую медсестру не грех было и разозлить. Так что в палату я все же попал. И, конечно, как только я туда зашел, то прежде всего спросил «Зачем вы написали на дверях никаких посетителей, кроме меня?» Вот тут она мне и говорит «Понимаете, я умираю, а все эти люди приходят ко мне со своим горем, с эмоциональным бременем. Мне и так тяжело умирать, а тут еще приходится беспокоиться их проблемами». И она добавила «Вы единственный, кто общается со мной, как с человеком, а не как с болезнью». Услышав это, я подумал, «Это просто замечательный совет для тех, кто посещает больных в больнице». Даже если кто-то находится на грани жизни и смерти, помните, что перед вами не болезнь, не рак, а человек. Говорите с ним так, будто вы просто пьете вместе кофе где-нибудь в Gloria Jeans или в Starbucks. О чем бы вы говорили, если бы просто сидели там под вечер вместе? Вряд ли вы подробно обсуждали бы рак. Как оно? Сколько дней? Что говорят врачи? А как рентген? Да ну его все! Там монахиня попросила меня «Расскажите мне что-нибудь веселое, какую-нибудь смешную историю». Именно этого и хотят тяжелобольные. Они знают, что им осталось немного и хотят прожить это время с удовольствием. Они стремятся к счастью и радости, как и все мы. А почему бы и нет? Зачем умирать несчастными? Говорю вам, умирать можно стильно, с улыбкой на лице. Как-то я так пошутил, вы же знаете, я сам чуть не падаю от смеха над собственными шутками. Есть такая проблема. Спросите наших монахов. Я когда-то чуть не задохнулся от смеха, они за меня даже испугались. Думаю, когда-нибудь так и произойдет. Впрочем, все равно пошучу. Вот, например, история, которую я услышал несколько лет назад от одного из самых лучших английских комиков. он, собственно, рассказывал о своей жизни, в частности, о том, как еще в школьные годы стремился стать комедийным актером. Он вспоминал, «Когда я заявлял об этом учителям, все смеялись надо мной. Теперь, когда я стал первоклассным комиком, никто больше не смеется». Еще он сказал, что хотел бы спокойно умереть во сне, как его отец. Не так, как пассажиры автобуса, за рулем которого он заснул. Те кричали от ужаса. Ничего, это просто шутка. Вот видите, я веселюсь, смеюсь, и это действует. Еще несколько минут назад я кашлял, и куда делся мой кашель сейчас? Подействовало. Немного веселья, игр, смеха способны усилить ваш иммунитет, дать вам энергию, развеселить вас. Это отличный способ преодолеть болезни. И так, если заболели, не чувствуйте себя виноватыми. Научитесь быть счастливыми, даже болея. Это хорошо для вас, хорошо для других. Почему бы и нет? Все, что для этого нужно, это уйти от парадигмы. Больной. О, вы заболели, вам, пожалуй, очень плохо, вам, пожалуй, очень больно. Если вы ждете боли, вы ее чувствуете. Это обычная психология. Хуже всего, что может сделать врач, например, донтист, это сдуру сказать, возможно, будет больно. Большое спасибо. Это можно было и потом сказать, если вам это говорят, вы сами себя убедите, что будет больно. Когда донтист с медсестрой берутся сверлить зуб, я говорю себе, будет весело. И это все меняет. Я уверен, что это может помочь. Таким образом, мы освобождаемся от негатива, от чувства вины. Подумайте, Будда говорил, что разум лежит в основе всего на свете. Всего, что вы привносите в этот мир. Медитируя, я понял, самое важное, что именно вы привносите в этот мир. Этот мир похож на раскраски, которыми я играл в детстве. Черные контуры на белой бумаге — крошечные номера. Эту частичку разрисовываешь красным, эту — синим, а ту — фиолетовым. Как разрисуешь, таким и станет рисунок. Настолько ярким и насыщенным он будет. Но я не могу выбрать цвет в своей жизни. Наши возможности ограничены. Но я могу раскрасить свою жизнь так, чтобы она стала прекрасной. Или чтобы стала скучной. Можно действовать осторожно, а можно небрежно. Крайне важно, что именно мы приносим в нашу жизнь. В этом заключается закон кармы. Важно не то, с чем вы сталкиваетесь в жизни, а то, что вы с этим делаете, что вы привносите в него, как относитесь к происходящему. К примеру, к болезни. Это важнее самой болезни. И это дает нам невероятную свободу, невероятные возможности. Даже с тяжелыми болезнями можно что-то сделать. Болезнь – это возможность для ваших близких посочувствовать вам. Это возможность понять природу своего тела, понять, что здоровье – это не навсегда. Поэтому, пока вы здоровы, нужно использовать это время как можно лучше. Не откладывайте на завтра, делайте то, что важно для вас сегодня, пока вы полны сил. Поверьте, я имею в виду действительно важные вещи. Речь идет не о заработке или о чем-то таком. Время, проведенное вместе с семьей, с теми, кого вы любите, отношения с людьми – вот что самое важное в нашей жизни. Да, делайте это, пока вы при здоровье. Так вы сможете узнать, для чего болезни появляется в вашей жизни. Не для того, чтобы чувствовать себя виноватыми, не для того, чтобы их отрицать, не для того, чтобы бороться с ними. Надо понять значение болезни, чему она учит, для чего она. Ведь все может быть полезно, все имеет свое предназначение, все может стать возможностью. Если вы заболели, это урок для вас. Не сражайтесь с болезнью, поймите ее. Так вы сможете стать действительно мудрым, и милосердным человеком. Кроме того, болезнь не продлится вечно. Я сам когда-то был очень болен. Подхватил кустарниковый тиф. Да, поверьте, было очень тяжело. Я находился, произошло это где-то в 70-х, 76-м, 75-м или 74-м, на северо-востоке Таиланда. Таиланд на тот момент считался страной третьего мира. Что говорит о северо-востоке? Это была настоящая глубинка. Жили там преимущественно фермеры. Это была действительно очень бедная часть света. И, конечно, меня положили в монашескую палату, в которой лежали самые тяжелобольные из всех. Мы жили в палате с пятью кроватями с одной стороны и пятью с другой. Так вот, у меня была страшная температура и я лежал в больнице. Шесть вечера медсестра уже ушла. Я ждал медсестру, которая работала в ночную смену, но ее не было. Седьмой час, восьмой, медсестра все не приходило. А ведь эта палата изолятор для тяжелобольных. Я спросил монаха, занимавшего кровать рядом со мной, а где же ночная медсестра? Кому обращаться? Может нужно кому-то пожаловаться, что ее нет? Тот ответил, она и не придет, ночных медсестер здесь нет, а если с нами что-нибудь случится ночью, то просто плохая карма, вот и все. Не слишком обнадеживающе, сразу захотелось домой. Двенадцать часов в сутки мы были брошены на произвол судьбы. В больнице находилось несколько тяжелобольных, и тогда конечно они не знали, какое именно у меня заболевание, и просто кололи смесь антибиотиков. Впрочем, даже инъекции тогда делали не так, как сейчас, поскольку иглы еще не были одноразовыми. Их сначала использовали в Бангкоке, потом везли в провинции, а уже в последнюю очередь их получали монахи, потому что мы крутые ребята выдержим. Не преувеличиваю, была там медсестра лет под сорок, с комплекцией водяного буйвола, так она не инъекцию делала, а вгоняла ту иглу, как кинжал. Я не шучу, было действительно больно. Мы могли быть какими угодно крутыми монахами, но чувствовали себя как старосветские школьники, которых вызвали на экзекуцию к директору. После двух или трех дней ягодицы болели сильнее всего остального. Надо, конечно, быть добрыми и любить все живые создания на свете, но не ту медсестру. Еще чего, да я ее просто возненавидел. Она приходила каждый день, дважды в день, но ничего не помогало. И я был очень слабым, чтобы даже пойти в туалет, но она даже ни разу не принесла судно больному человеку, которому трудно было передвигаться. Мы завидовали монахам, чьи кровати были в глубине палаты у туалета. Буквально все силы тратились на то, чтобы просто подняться с кровати, а кровати были старые, металлические. Потом надо было, шатаясь от слабости, проползти два или три фута к соседней кровати, чтобы ухватиться за нее. Ухватившись, можно было немного найти равновесие, потому что слабость была просто страшной. Путь в туалет забирал около получаса, а добравшись туда, я пытался пробыть там как можно дольше, чтобы не проходить этот путь лишний раз. Честно, я не преувеличиваю. Такими в то время были больницы третьего мира. Но знаете, что произошло? Ко мне пришел мой учитель Аджан-Ча, очень известный монах. Визит такого уважаемого лица был сродни тому, словно сама королева наведалась бы в больницу. Во всяком случае, мне так казалось. Мое настроение мгновенно поднялось. Еще бы, он удосужился меня посетить. Это же замечательно. Ни одной счастливой минуты на протяжении многих дней, а тут приходит любимый учитель. Однако счастье мое не продлилось и минуты, потому что Аджан-Ча сказал мне. Сказал такое, что я не был готов услышать. Думаю, вы знаете, вы уже слышали эту историю. Только представьте, я был болен, лежал в больнице, наконец, кто-то пришел меня ободрить. Он сказал, Брамавамсо, это мое полное имя, сокращенно Брам. Ты или поправишься, или умрешь. и ушел. Большое спасибо, учитель. Хуже всего то, что на него даже обидеться было нельзя, ведь он сказал правду. Человек действительно или поправится, или умрет. Ничего не поделаешь. Не вздумайте только заявить такое своей бабушке, когда посетите ее в больнице. ты или поправишься, или умрешь. Но ведь вы понимаете, что это правда. Человек не остается в больнице навеки. Болезнь пройдет, вы же знаете, что так и будет. Так или иначе, рано или поздно все закончится, вы либо умрете, либо поправитесь. Болезнь не вечна, поэтому определенное время ее можно и потерпеть. Вот я уверен, что не умру от этого кашля. Так зачем же беспокоиться? Я уверен, что мы увидимся через неделю. Хотя нет, на следующей неделе здесь будет другой монах. Я буду проводить занятия в медитационном центре. Как бы там ни было, я уверен, что вы меня увидите еще много раз. и так как бы там ни было, друзья, смейтесь над болезнью, веселитесь. Если заболеете, относитесь к этому с любопытством и не чувствуйте себя виноватыми. чувство вины это неправильно, оно пугает, оно отрицательное, оно только усугубляет болезнь, ухудшает ваше состояние. Воспринимайте все легче. Вы ведь знаете, это возможно. Каждый раз, когда я болею, вспоминаю одного монаха, которого очень уважаю. Он, кстати, когда-то здесь бывал, многоуважаемого Шри Тхаммананда и надеюсь, что смогу последовать его примеру. В библиотеке есть несколько книг. Он возглавлял монаха в Куала-Лампуру в Малайзии. В его биографии можно прочесть об одном факте. Мне о нем рассказал врач о том моменте, когда у того монаха диагностировали конечную стадию рака. Он болел давно, у него был рак, еще диабет в придачу. И вот врач говорит ему, понимаете, это конечная стадия, ничего нельзя сделать, вы умрете. Врач вспоминал, что это был единственный в его практике случай, когда пациент, которому сообщили такую новость, расхохотался. монах монах засмеялся. Вот настоящий монах. Ему говорят, что он умрет, а он смеется. Вот это мне по душе. Надеюсь, я тоже так смогу, если окажусь в такой ситуации. А вы так можете? Если да, то вы действительно постигли болезнь. Не о чем унывать? Так почему бы и не посмеяться? Разве это уменьшит ваши шансы на выздоровление? Разве это ухудшит вашу жизнь? Вы умрете. Почему бы не посмеяться над этим? У вас есть выбор. Если вы осмыслили болезнь, то почему бы и нет? Всегда делайте по-своему. Не повторяйте за толпой, только потому, что кто-то так делает. Почему бы не руководствоваться в жизни своими решениями? Я всегда говорю, когда люди кричат на меня на улице, собственно, они давно так не делают. Когда кто-то пытается сердиться на меня, я никому не позволяю контролировать свое счастье. Они могут делать, что им вздумается, могут говорить, что им вздумается, но мое счастье это мое собственное дело. Точно так же я не разрешаю болезни контролировать мое счастье. Зачем? С какой стати? Ведь Будда учит, болеет только тело, разум не должен болеть вместе с ним. Ваш разум гораздо сильнее, чем вы ожидаете. Даже болея, вы можете смеяться и радоваться жизни. Почему нет? Не разрешайте болезни контролировать ваше счастье. Люди так могут. Я могу. Тот величайший монах Шри Дхаммананда так мог, и это отлично. Даже те, кто страдал от боли, были способны на такое. В заключении расскажу вам об одном из тех, кого считаю героями. Этот герой не был буддистом, он был христианином. Это один из героев, к которым я всегда отношусь с уважением. Это был парень по имени Сан-Лоренцо, известный также, как Святой Лаврентий. Как и подавляющее число моих героев, он часто попадал в передряги. Так случилось и в этот раз. Мне самому приходилось попадать в просаг во время посвящения бхикунне, монахинь, но в наше время это легче. Сейчас нет инквизиции. Святому Лаврентию повезло меньше. В конце концов, не помню уже, чем он там провинился, но в конце концов его сожгли. Собственно, поджарили на железной решетке. Жуткий все же способ истязать человека. Быть убитым, казненным. Но его последние слова перед смертью, вы же знаете, как больно бывает даже просто обжечь палец. Боль от ожогов считается самой страшной, что может испытывать человек. Уже перед смертью он кое-что сказал. Его последние слова прозвучали на латыни. В переводе это означает «переворачивай эта сторона уже поджарилась». Как будто он был сосиской или тостом. Ого! Вот так он пошутил. Это были последние слова человека, страдавшего от боли. Что меня вдохновляет в этой истории, так это то, что даже преодолевая страшную боль, человеческий разум может быть свободен для счастья. Это дает каждому из нас надежду, что все возможно. Не важно насколько вы больны, насколько вам больно. Вы свободны, вы можете смеяться. Как же прекрасно быть свободным, даже когда болеет ум. Ну вот опять оговорка, даже когда болеет тело. Я же кашляю, не правда ли, но эта болезнь виновата в оговорках. Даже если тело болеет, разум не должен болеть вместе с ним. Запомните эти чудесные слова, сказанные Буддой. Даже если тело болеет, разум не должен болеть вместе с ним. Так вы сможете понять болезнь, об этом следует помнить. Если болезнь войдет в вашу жизнь, вы сможете проводить время гораздо лучше. Вот и все на сегодня. Я снова это сделал. Час с кашлем в придачу. Мне понравилось. Надеюсь, понравилось и вам тоже. Берегите себя. АПЛОДИСМЕНТОР Хорошо. Будут ли комментарии или вопросы? Ого. Тишина. Хорошо, Эдди. На вас всегда можно положиться насчет вопросов. Давайте. особые способности. Конечно, да. Да, человек может иметь особые способности. Но последнее, чего хотелось бы, так это того, чтобы эти способности избавляли нас от болезней. Дело в том, что это лишило бы нас и возможности научиться чему-нибудь благодаря болезни. Даже если и так, гораздо лучше было бы использовать болезнь как нечто поучительное, чем просто вылечиться от нее. Это шанс научиться новому. Болезнь это не беда, от которой необходимо избавиться. Это возможности. как говорил Аджан Ман Аджану Махабуа, не борись с болезнью, пойми ее. Болезнь может научить нас многим вещам. Состраданию, миру, пониманию того, что мы не контролируем свое тело, а просто живем в нем. Тело может заболеть когда угодно, в самый неподходящий момент. так устроена жизнь. Мы можем быть счастливы, несмотря ни на что. отец.